Здравствуйте! Это еженедельная рубрика об иммиграции в США на канале RuFlorida. Меня зовут Виктория Шелегина и я иммиграционный адвокат из Орландо, что в солнечной Флориде. Сегодня поговорим об еще одной из талантливых виз – EB2 National Interest Waiver – одна из иммиграционных рабочих виз. Кстати, все визы категории EB – Employment Based – являются иммиграционными. Виза EB2 – здорового человека, предполагает наличие у вас образования уровня мастерс и выше, и американского работодателя, который должен пройти долгий путь трудовой сертификации, целью которой является показать департаменту США, что в это время, в этом месте и на этих условиях и у этого работодателя нет квалифицированных американских работников, желающих выполнять необходимую работу. В свое время Конгресс решил, что американское правительство может закрыть глаза на отсутствие у вас необходимого образования и даже работодателя, если вы докажете свои исключительные профессиональные способности и что ваша деятельность в США лежит в сфере национальных интересов. О национальных интересах позднее, а сейчас предлагаю поговорить о том, как определить исключительные способности. Ничего нового иммиграционная служба изобретать не стала и по традиции применяет метод трех критериев, так называемый метод трех критериев. То есть как то, наличие у вас профессионального диплома, профессиональный опыт от 10 лет и выше, наличие профессиональной лицензии, высокая заработная плата, членство в профессиональных ассоциациях, рекомендательные письма коллег, которые свидетельствуют о ваших профессиональных успехах и иных достижениях, либо иные доказательства, которые свидетельствуют о ваших исключительных профессиональных способностях. Обратите внимание, что при наличии у вас как минимум магистерского диплома, мастерс и выше или его эквивалента, вы не обязаны доказывать свои исключительные профессиональные способности. Однако, я очень рекомендую собрать воедино ваше профессиональное портфолио, ибо это поможет на следующих, скажем так, на следующей стадии вашего иммиграционного процесса. Об этом я расскажу чуть позднее. Второй частью вашего занимательного действия по получению визы и BTU National Trust Waiver будет доказательство национального интереса в вашей деятельности. Это наиболее комплексная часть иммиграционного дела. Именно она, эта часть анализа, зачастую подвергается пристальному вниманию со стороны иммиграционной службы. Стратегии доказывания разнятся и зависят от профессиональной отрасли, в которой вы ходатайствуете о визе и BTU National Interest Waiver. Безусловно, в стране победившего капитализма экономические аргументы являются весомыми. Однако, если ваша деятельность духовно богатит американский народ, это тоже вполне может быть основанием. Ну и, конечно, не забываем о том, что порой правительство само указывает нам на то, что, по его мнению, является национальным интересом. Как, например, в случае со STEM-специалистами. STEM – это Science, Technology, Engineering, Math. Как я говорила, для того, чтобы убедить иммиграционную службу в вашем соответствии и BTU National Interest Waiver категории, необходимо доказать, что ваша деятельность в США будет иметь национальную важность. В расчет принимается разнообразный набор факторов – экономический, социальный, культурный, научный и так далее. На втором этапе фокус смещается с вашей профессиональной деятельности уже на ваши профессиональные способности. Ваша цель – показать, что именно вы обладаете набором навыков и профессиональных способностей для успешной реализации вашего плана о работе в США. На этом этапе иммиграционная служба обращает внимание на ваше образование, опыт работы, профессиональные успехи и так далее. Вот и пригодилось ваше профессиональное портфолио, о котором я говорила в начале, которое вы собирали для доказательства ваших исключительных способностей. Ибо если вы обладаете исключительными способностями, скорее всего, с большой долей вероятности, вы сможете реализовать задуманный профессиональный план. Ну и на третьем этапе необходимо доказать, что даже при отсутствии у вас работодателя-спонсора и трудовой сертификации, одобрение иммиграционной петиции послужит интересом США. Зимой 2022 года иммиграционная служба объявила о том, что серьезным аргументом для положительного решения на третьем, заключительном этапе ИБТУ, National Interest Waiver процесса, является совокупность таких факторов, как первое, наличие у вас STEM, Master's Degree, то есть магистерского образования, либо выше, PHD, кандидатская степень, научная степень, еще лучше. Второе. Вы планируете работать в отрасли, которая способствует развитию конкурентноспособности США, либо направлена на их национальную безопасность. Третье. Вы обладаете профессиональными данными для того, чтобы развивать эту отрасль, то есть вы способны привнести что-то новое и полезное. Одним из важных аспектов кейса ИБТУ National Interest Waiver являются письма от экспертов в вашей области, которые детально объясняют национальное значение вашей профессиональной деятельности в США. Кем могут быть такие эксперты? Это частый вопрос. Ими могут быть ваши коллеги, ученые, люди, которые обладают научными или профессиональными знаниями и могут свидетельствовать по вашему делу. О чем же писать в письмах? Задача эксперта – объяснить иммиграционной службе, чем именно ваши профессиональные достижения цены для национального благополучия США. И как именно вы можете реализовать ваши профессиональные намерения в США. При написании писем следует учитывать, что офицеры иммиграционной службы, как правило, не будут являться специалистами в вашей профессиональной области. А потому все сложные профессиональные термины и примеры должны быть объяснены в простых терминах, доступных для понимания даже ученику начальной школы. Ну, если вдруг такой ученик заинтересуется первым законом термодинамики, например. Visa и BT National Interest Waiver может быть доступны предпринимателям, не только STEM-специалистам. Причем как предпринимателям с уже действующим бизнесом в США, например, те, кто находится в статусе O-1 или E-2, так и для тех, кто только планирует открывать свой бизнес в США. Подтвердив наличие у вас как минимум магистерской степени или ее эквивалента, вот и пригодился ваш диплом MBA, или исключительных способностей, необходимо будет рассказать о национальном интересе вашей деятельности в США. Например, потенциальная или реальная в случае уже действующего бизнеса создание рабочих мест, потенциальная или реальная прибыль бизнеса и так далее. Но давайте перейдем к ложке дегтя в этой бочке меда. Иммиграционный визовый бюллетень – это одна из важных концепций американского иммиграционного права. Давайте разберемся, что это и зачем это. Визовый бюллетень – это документ, который ежемесячно публикуется на сайте Госдепа. Его цель – определить очередность для подачи заявлений на получение иммиграционных виз и грин-карт. Откуда же возникают очереди? Количество грин-карт и иммиграционных виз лимитировано. Исключение составляют лишь ближайшие родственники граждан США, к которым грин-карты выдаются по запросу, без каких-либо очередей. Соответственно, если спрос выше предложения, то логично, что образуются очереди. Невыданные грин-карты переносятся на следующий год. Кстати, есть несколько стран, которые отдельно выделены в бюллетень. Это Мексика, Индия, Китай, Филиппины, Эль-Сальвадор, Гватемала и Гондорас. Там с очередями еще все более печально, чем у остальных счастливчиков, можно сказать. Количество иммиграционных заявлений оттуда таково, что для них ведется отдельный учет. И очереди там несравнимо дольше, чем у среднестатистических людей. В настоящее время очередь для заявителей на визу EB2 National Interest Waiver составляет чуть больше года. Это означает, что после одобрения петиции иммиграционной службой вам необходимо ждать около года, чтобы ходатайствовать о грин-карте. Спасибо за ваше внимание. Расскажите в комментариях о получении EB2 National Interest Waiver визы. Для какой профессии вы бы хотели узнать? И чтобы я рассказала в следующем видео. До встречи на следующей неделе. Продолжение следует...